Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете стартовала традиционная акция «Наш лес, посади свое дерево». Мне приятно, что в нашем округе это уже стала традицией. В принципе, каждый год мы высаживаем «Наш лес победы», «Посади свое дерево». Представители благотворительного фонда «Твори добровидное» посетили тренировку волейбольной секции. Это очень существенный шаг для развития волейбола в частности. Состоялся решающий матч за звание чемпиона России по мотоболу между видновским металлургом и Колосом из Ипатова. В Ленинском городском округе стартовала традиционная акция «Наш лес, посади свое дерево». Центральной площадкой экологического мероприятия стала территория возле видновской школы номер 5. Также деревья сажали и в других уголках муниципалитета. Тему продолжит Наталья Буслаева. Открытие экологического мероприятия у пятой школы прошло в торжественной обстановке. Для участников был организован настоящий праздник. Выступление местных артистов, развлекательная программа с танцами и конкурсами и, конечно, угощения. Акция «Наш лес, посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно и уже стала традиционной. Юбилейная дата, 10 лет с того момента, когда данная традиция была, ну, я не знаю, объявлена, учреждена нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. И действительно, с той поры это, может быть, и сугубо прикладной истории, когда необходимо было высаживать восстановительные саженцы для леса, пострадавшего от жука-караеда. Сейчас это приобрело и какой-то патриотический оттенок, и, в общем-то, оттенок любви к малой родине. На сегодняшний день мы планируем высадить порядка 700 кустарников и деревьев. Различных акций продлится до 30-го числа, и нами будет высажено на территории Ленинского городского округа. Города видно свыше трех тысяч деревьев. Все желающие принять участие в акции были обеспечены перчатками, ведрами и лопатами. Начинающим садоводам специалисты подсказывали, как правильно сажать дерево и кустарник. Самое главное – полив, чтобы вода уходила прямо в корневую систему. Надо выкопать ямку побольше, пошире, чем корневая система. Присыпать землей плодородной снизу, потом после посадки сверху, ну и качественно поливать. В принципе, технология простая. Вдоль забора учебного заведения было высажено около 200 растений. Несколько видов кустарников и деревьев. Очень даже радует, потому что мне приятно, что в нашем округе это уже стала традицией. В принципе, каждый год мы высаживаем тот лес Победы, посади свое дерево. Поэтому я считаю, что это очень хорошая акция. Она нужна и должна быть. А тем более, что в районе так развивается округ, что везде, в принципе, нужны посадки. Жители шестого микрорайона также активно присоединились к экологическому мероприятию. Начальник территориального отдела Олеся Боева рассказывает, площадки для посадок выбирали с учетом пожелания жителей, как и виды деревьев. На улице Фокина посадили клены, а завидную аллею будут украшать 20 берез. На нашей территории шестого микрорайона также проходит эта акция. И уже не первый раз, не первый год, это с 2014 года. Уже даже все жители нашего микрорайона знают об этой акции, принимают активное участие. Все запросы, где посадить деревья, активно пишут, и говорят, и участвуют. В этот день деревья сажали не только жители микрорайона, но также волонтеры и участники программы «Активное долголетие». Очень хорошо, что это возле детского садика, детям будет тень со временем, я думаю. Деревья довольно большие, так что это хорошая очень акция, нужная, полезная для города. У нас город и так зеленый, но здесь вот в новых районах надо получше озеленить, я думаю. В день открытия экологического мероприятия деревья сажали сразу на нескольких площадках. В поселках Володарское и Дрожжино, в Молокове и Развилке. Самая масштабная в округе высадка была возле деревни Андреевское. Для этой территории было подготовлено более тысячи молодых сосен. Акция продлится до 30 сентября. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Представители благотворительного фонда «Твори добровидное» посетили тренировку в волейбольной секции в средней школе поселка Володарского. К юным спортсменам они пришли не с пустыми руками. Что за подарки получили волейболисты, расскажет Максим Козлов. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Можно упорно тренироваться, воспитывать волю к победе и стремиться к покорению новых вершин. Но если качество спортивных снарядов оставляет желать лучшего, учеба будет продвигаться сложнее. А потому главный подарок для секции волейбола – хорошие мячи. Не так давно ко мне обратился Авдеев Григорий, начальник терротдела Володарского. Предложил мне помочь в данной школе, в чем я сразу согласился и решил купить. Несмотря на то, что секция в Володарской школе существует только 6 лет, ее воспитанники нередко становятся победителями в различных соревнованиях. Например, в прошлом году команда Володарской школы участвовала в окружной спартакиаде и в волейбольных баталиях заняла первое место. Спасибо нам оказывает спонсорскую помощь. Профессиональные мячи, как я видел, еще предварительно покупили нам. Это очень существенный шаг для развития волейбола в частности. 11-классница Мелания Иванькова, как и многие ее подруги по команде, занимается волейболом 3 года. За это время принимала участие в разных соревнованиях. По ее мнению, тренировка с качественным мячом намного продуктивнее. Раньше были хуже мячи, а сейчас благодаря спонсорам мы намного лучше, опять же, чувствуем мячи и играем чаще. Чем лучше качество мяча, тем лучше, получается, ты будешь сам играть. И лучше, ну, можно научиться чем-то больше. Будем надеяться, что в скором времени мы услышим о новых победах волейболистов Володарской школы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. 17 сентября на трассе в деревне Горки прошел очередной этап гонок на выживание. Яркое и зрелищное мероприятие много лет привлекает участников и зрителей. Все подробности в следующем сюжете. Наш технопарк Горки здесь стал уже точкой такого спортивного притяжения. Здесь постоянно встречаются, знакомятся новые люди. Хочу пожелать только одного, чтобы все сегодня доехали. С праздником! В деревне Горки состоялся открытый чемпионат Ленинского городского округа гонки на выживание или контактный автокросс. Заезд проводят уже в девятый раз. И так совпало, что в этом году девять участников боролись за первое место. По традиции стартовую позицию определила жеребьевка. С приветственным словом к спортсменам обратилась начальник территориального отдела Горки Ленинский Светлана Литвинова. Я поздравляю вас с очередным этапом. Я желаю всем успеха. Пусть победит сильнейший. Этот вид спорта похож на автокросс как общим сводом правил, так и организационными положениями. Однако гонки на выживание – это прежде всего шоу. И поэтому задача участников не только обогнать соперника, но и войти с ним в контакт. Все гонщики хорошо подготовлены. Некоторые из них работают каскадерами. Несмотря на опыт участников, на трассе случаются непредвиденные обстоятельства. Там сложная поломка, не уверен. Ну, у него хорошие механики, может быть, и починят. Там надо снять поддон масляный и масляный насос поменять. Но только хорошая бригада сможет это починить. Андрей Ельцин смог осуществить свою детскую мечту и стал профессиональным гонщиком. Он уже 10 лет принимает участие в заездах. Его машина всегда на ходу. Готовимся долго, надо технику всегда подготовить. Много очень нюансов. Гонка динамичная. На нее приятно посмотреть. Адреналин зашкаливает не только у соперников, но и у зрителей. Болезнь участников приходит всей семьей. Брат мой участвует в гонках на выживание. Вот мы приехали всей семьей болеть. И родители, и мои дети. Вот самый маленький, полтора месяца. Я на этих гонках первый раз присутствую. Мы приехали всей семьей. Два сына и супруга. В этом году первое место занял Антон Рыжиков. Номер его машины 88. Со вторым местом поздравили Антона Березкина. Номер 63. Третье место у Андрея Ельцина. 52 номер. Гонщикам, которые не попали в тройку лучших, вручили утешительные призы. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На протяжении всего сезона мотобольные команды сражались между собой в рамках чемпионата России. И вот наступило время решающей игры. Два главных фаворита, Видновский Металлург и Ипатовский Колос, подошли к этому матчу с равными шансами на успех. После предварительного этапа два лидера чемпионата России по мотоболу встретились в очном противостоянии, чтобы определить сильнейшую команду этого сезона и разыграть между собой титул чемпиона. Видновский Металлург сыграл с Колосом из Ипатова. На моей памяти вот такого напряженного сезона, то есть подошли к последней игре, неизвестно, кто будет чемпионом. С одной стороны, для зрителей хорошо, и в общем-то для спорта это полезно, но тем не менее, с точки зрения нервотрепки, нервы страдают. Тренерский состав настроил наших парней на решающий матч должным образом. Глаза горели, и с самого начала игры мотоболисты Металлурга бросились в атаку. Но Колос за последние годы стал грозной силой. Соперники долгое время не могли распечатать ворота друг друга, однако ближе к концу первого периода это удалось сделать Анатолию Касьянову из Металлурга. Второй мяч за нашу команду забил капитан Иван Крештопа. Позже Колосу удалось отыграть один мяч, и на большой перерыв в середине игры команды ушли со счетом 2-1 в пользу Металлурга. Игра складывается пока в нашу пользу, но это ни о чем не говорит. Любая ошибка, вот у нас ошибка, получили гол. Команды настроены, конечно, все хотят только первое место. Ну и сейчас у кого будет холоднее голова, тот и выиграет. После паузы обоюдоострая игра сохранялась. Трибуны гнали спортсмена вперед, команды обменивались забитыми мячами. Тут большого преимущества нету, конечно. Это же чемпионы тоже. И в такой юбилей, видно, отдали 50 лет было клубу. И сейчас должны взять реванш, мне кажется, так вот. Море впечатлений. Я думаю, сейчас будет третий тайм, и мы увидим настоящее зрелище. Команды разогрелись и готовы к настоящей борьбе. Вся прелесть спорта в непредсказуемости. И пусть все предматчевые расклады были на стороне Металлурга, в этот вечер удача отвернулась от нашей команды. В равной борьбе видновчане уступили со счетом 3-4. Звание чемпиона этого сезона уезжает в Ипатово. Но тем больше будет желания отыграться в следующем году, и тем слаще окажется шампанское для победителей в новом сезоне. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова